И вообще есть смысл сейчас рассмотреть серьезные позиции, место и роль войны с Украиной в ближайшей перспективе для России. Как известно, в сентябре, по-моему, у них должны быть выборы. Путин к этому готовится. Рейтинг его упал очень значительно за последнее время. И он четко опирается на подход, в том числе с привлечением социальных возможностей по изучению рейтинга, что он поднимался, когда имели место действия вооруженных сил и в целом руководство. Естественно, во главе с ним. Первое во время Чеченской войны, второе во время Грузинской войны и третье во время войны в Украине. Он это представляет, поэтому в ближайшее время будут искать возможности коррелизации ситуаций, где бы за счет достижений, а достижений, кроме как, опять-таки, возвращаясь к тому, что в военной сфере в России нечего больше показать. Поэтому где могут решаться эти вопросы маленькие, но победоносные войны, очередные, которые организуют Путин и россияне? Это возможно все-таки свержение Пашиняна, то есть вообще Кавказ как таковой, свержение Пашиняна в Армении. Он его явно не устраивает, он много, Пашинян имеется руководителя, сделал не так, как он хотелось. И вот используя поражение в Карабахской войне последнее, опять активизировались действия в Армении для того, чтобы остранить, подставить своего представителя, подать это как достижение Путина. Кроме того, изучается вопрос по поводу того, стоит ли присоединить, как прошла аннексия Крыма, Абхазию и Южную Осетию, что даст плюс-минус, тоже, естественно, в позитив руководству. То есть, вот он расширитель Путин, великий, расширяет земли российские. Для Украины этот вопрос, и это можно аргументируют последними событиями, обстоятельствами, где кто как поддерживал, какие на этот есть, если внимательно отслеживать за этой военно-политической ситуацией, то есть есть, так сказать, реперы, показания, сигналы, где вот этот вопрос изучается. По Украине мы знаем, что совсем недавно собирались пропагандисты в Донецке, и когда они выступали, сцены, официальные представители российские, неордлошные, там, какие-то, что надо изучить. Тем, чтобы расширить Ордло в границах административной Донецкой и Луганской областей. То есть, вот эти позиции достаточно серьезные, и в целом они сводятся по давлению, на мой взгляд, в трех направлениях. Первое. Воздействовать на наше руководство, осуществлять давление во всем широком спествии, по каждому из этих пунктов, в первую очередь на президента Зеленского. То есть, они уже рассмотрели, не удалось в Париже, не удалось в последнее время, значит, сдвинуть его с позиций проукраинских и добиться своих результатов пророссийских. Поэтому вот давление на него и на его команду. Второе. Это подрывать социальную устойчивость внутри государства Украина. Опять-таки, во всем широком спествии, используя много еще, в том числе агентуру, в том числе пятую колонну, значит, в Украине. Ну и поэтому реакция очень своевременная нашего руководства по пятой колонне. Но это отдельный вопрос. И третье. Это те военные аспекты, которые мы с вами перечислили, которые нарабатываются, и нарабатываются планы генеральным штабом Российской Федерации. Они, конечно, могут меняться, но в целом вот по этим направлениям они могут реализоваться. В частности, аннексия Крыма, как известно, было более там пяти планов захвата Крыма. Было несколько попыток. Наиболее известная такая, это Тузлы, как известно. А потом выбрали, выбрало было время, когда ситуация, значит, наша военная, политическая в стране была ослаблена. Руководство, они, значит, осуществили вот этот захват и эту аннексию. Поэтому, причем, развитие этой ситуации, особенно военной, что касается, собственно, меня, как эксперта, может начинаться по времени где-то со второй половины весны. То есть, понятно, что вооруженные силы Российской Федерации и их приспешники, а они уже сосредоточили вот в этом году на восточных границах, только восточных границах Украины, более 1100 танков, более 330 летательных аппаратов. Бригаду Искандер, дивизион, один из которых придвинули счет дальше границы, для того, чтобы она могла фактически накрывать ракетными залпами Киев, ну и так далее. То есть, все это усилено для того, чтобы иметь возможность, то есть, должна быть возможность, а дальше Путин будет разбираться, делать этот шаг, там, любимый его подход, степ-бай-степ, вот, если делать, когда и какой. Но подготовить вот этот свой потенциал к этому, да, то есть, в прошлом году многое, что ему помешало, он не провел, значит, совещание руководства, совещание, встречу, скажем, руководство ядерных держав, там, ну, вот ряд моментов ему не удалось, ну, кроме как там выборы, потому что там и ковид мешал, и так далее. Хотя, опять-таки, несмотря на болезни и смерти в силовых структурах, за счет вируса ковидного, значит, все равно эти вопросы готовились. Ну, вот, не было запущено, поэтому сейчас изучаются вопросы, сейчас готовится таким образом эта ситуация. И, естественно, нашему руководству надо быть готовыми, и я хотел бы обратить внимание на заявление, то есть, в военной сфере, то есть, министр обороны, понятно, это военно-политические вопросы, вооружение, обеспечение, финансовое и остальное. О заявлении главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Хамчака по тому, что и каким образом осуществляется какая подготовка. Особенностью ее является, что приступили на серьезном уровне подготовку к действиям в урбанизированных районах. То есть, я хотел бы напомнить, что действия вооруженных сил в условиях города, местности, населенных пунктов, это очень сложный вид действий с потерями, ну и так далее. И поэтому, безусловно, к этому надо готовиться, и вот он, как на показных занятиях, которые были в конце года в районе, значит, на юге у нас, так и сейчас при подготовке, еще раз он повторил и поставил задачи по подготовке вооруженных сил в этом направлении. То есть, конечно, готовятся вооруженные силы, силовые структуры, но ситуация достаточно непростая. Спасибо за просмотр!